Привет, народ! Сегодня у нас на обзоре MMORPG MyTL, которая вышла в закрытый тест вчера в Индонезии. Тест продлится 2 недели, скачать её можно с PlayMarket, порад вам там придётся менять регион, либо я оставлю ссылку в описании, можете скачать АПКшку, поставить себе на Android и поиграть. Игра от студии UU Games это вторая игра в их портфолио, и есть шанс, что игра получится интересной, так как разработчики ещё не успели скатиться. Перейдём к обзору сразу после небольшой интеграции. Игра с самого первого этапа загрузки встречает нас интересным нововведением. Прямо на этапе загрузки мы можем посмотреть трейлер, почитать описание классов, послушать музыку или сыграть в мини-игру, пока всё загружается. Интересное решение, обычно разработчики просто добавляли мини-игру, а тут целых несколько вариантов. Когда я увидел заставки в этой игре, я решил, что нас ждёт действительно что-то интересное, потому что заставки сделаны очень качественно и сеют в душе надежду на успешность проекта. Перейдём к обзору сразу после небольшой интеграции. У меня на канале очень много обзоров MMORPG, но все они приковывают вас к экранам телефона, не давая возможности заниматься другими делами. А во что играть в дороге, когда не так много времени? Конечно же в Dragon Champions. Это ламповая пошаговая ролевая игра на мобилке, на которую не жалко свободного времени. Давайте расскажу о том, как вообще игра работает. Суть простая. Играете, открываете персонажей, собираете себе отряд из пяти героев, прокачиваете их и идёте в бой. К слову, героев с уникальными способностями, историей и внешним видом очень много, и каждый найдёт среди них своих любимчиков. Игра наполнена юмором и пасхалками, а дружелюбная комьюнити в Дискорде всегда подскажет вам самые актуальные тактики и сборки героев. Скачивайте игру по ссылке в описании или по QR-коду прямо с экрана, а также обязательно воспользуйтесь моим промокодом TERRION2108, чтобы получить награды стоимостью 10 долларов, а также героя RobinBet. Промокод будет действителен только до 15 уровня и для первых 500 человек. И делитесь впечатлением об игре в закреплённом комментарии. Разработчики активно собирают фидбэк, что очень похвально. Что по классам? По классам у нас всё стандартно, но не до конца. Во-первых, у нас есть выбор пола, это уже хорошо. Первый класс Вариор, можно выбрать либо мальчика, либо девочку. И также на первом, тридцатом и шестидесятом уровне у нас меняется внешний вид. У рыцаря появляется более крутой доспех и более крутая внешка. У нас есть рыцарь, точно так же на тридцатом и шестидесятом меняется свой скин. Маг Лучник И Барт Здесь же на экране персонажа можно посмотреть, как работают его навыки и понять, что Барт это тоже хиллер. Он полезен как для пати, так и для соло игры тоже годится. Редактор персонажа довольно неплохой для такого жанра игр. Мы можем поменять прическу, поменять цвет волос, выбрать лицо, глаза, цвет глаз и всё. Что меня сразу цепануло в игре горизонтальный геймплей. У нас все зоны поделены на уровни, между которыми мы перемещаемся с помощью лестниц или просто прыгаем. ТНПС и все города тоже расположены на разных уровнях. Такое расположение камеры хоть как-то выделяет эту MMORPG на фоне других однотипных. Хотя с самого начала игры всё больше и больше у меня в мозгу укоренялась мысль, что эта игра очень похожа на Guardian of Claudio. Несмотря на то, что её делала совершенно другая студия. Итак, прокачка абсолютно нетривиальна. Мы проходим сюжетные квесты, проходим побочные. И чем дальше мы прокачиваемся, тем больше возможностей у нас открывается. Но, к сожалению, вместе с возможностями открываются и донатные возможности. Каждые несколько уровней у нас открывается либо маркет, либо какие-то спецпредложения, либо какие-то боевые пропуски. В общем, разные варианты, куда мы можем вложить наши денюжки. Сейчас хоть и идёт ЗБТ, но разработчики сами написали, что весь донат, вложенный в игру на данном этапе, умножится на 10% после релиза игры. Я выбрал лучницу и вот так выглядит наш интерфейс. Здесь расположены шмотки и всё наше снаряжение. Шмотки различаются по редкости от серого-зелёного до синего, фиолетового и золотого. Шмотки добываются с данжей, шмотки добываются по квестам или покупаются на аукционе. Если вы играли в Guardian of Claudio, здесь очень много похожего. Также снаряжение можно затачивать с помощью специальных сфер и материалов для усиления. Как я понимаю, точится не сама шмотка, а ячейка, где она находится, так что с заточкой вообще никаких проблем. Здесь же расположены титулы. По мере прокачки, по мере повышения БМ у нас открываются новые титулы, которые нам тоже дают дополнительные характеристики. То есть чем больше БМ, тем больше титул, тем лучше, тем мы сильнее. Что мне откровенно не понравилось, так это захламлённость игры. Как видите, на экране очень много разных иконок. Внизу у нас чат, панельки навыков, сверху в углу у нас всевозможные предложения и спецпредложения, и маркеты, и гачи, и прочее. А слева целая куча разных квестов, которые сразу показывают награды, которые нам выпадают. И вот по центру выпадает ещё приглашение в пати. Очень много ненужного визуального мусора. Честно говоря, я бы всё это засунул в какую-нибудь одну менюшку, которая бы выдвигалась при нажатии одной кнопки. Зачем так сделано, непонятно. А учитывая, что у нас на экране помимо нас ещё целая куча других персонажей, других игроков, смотрится всё слишком перегружено. Помимо прокачки и сбора снаряжения, у нас есть наши спутники. Это не что иное, как сам себе пати. Можно собрать пати из магов, лучников, танков. Они будут ходить с вами в пати, ходить с вами в данж, на арену, куда пожелаете. Различаются они тоже по редкости и добываются через гачу. Помимо спутников, у нас есть агатионы или петы. Петов тоже много, они различаются по звёздности, и мы можем использовать их вместе с основной нашей пати. Новые слоты под петов открываются по мере прокачки. Как видите, можно использовать 6 петов. У петов есть свой навык, который он использует в бою. Плюс можно повышать звёздность петов с помощью таких же петов или подобных и прокачивать им уровень. Сразу скажу, я не буду показывать весь донатный магазин. Вы сами видите, что здесь очень много разных предложений. Есть и месячные подписки, и дневные, и карты, и пропуски, и разные способы доната, и валюта, и прочее-прочее. В общем, если решите задонатить, тут есть куда потратить деньги. Но, к слову сказать, без доната играется довольно легко, по крайней мере пока. Кстати, как и в Guardian of Claudio, здесь есть уровень мира. Например, вчера мы могли докачаться до 29 уровня, а сегодня максимальный в 38. Завтра 42. Чем дальше, тем дольше. Если судить по той же Guardian of Claudio, там вы со временем будете получать по уровню в день, а то и по уровню в 2-3 дня. С одной стороны, это плюс, что весь сервер развивается одновременно, но с другой стороны, это минус. Вы заходите в игру, делаете все активности, которые там есть, и просто ждёте следующего дня. Это такой жанр MMORPG для тех, кто работает, и для тех, кто не хочет тратить много времени на игру. Потому что, что здесь, что в Guardian of Claudio тратится примерно 2-3 часа времени в день на то, чтобы закрыть все активности. Закрыли, пошли спать, проснулись, поработали, пошли, закрыли активности, пошли спать и так далее. Вот такой вот замкнутый порочный круг. Что по гаче? Гаче у нас есть на питомцев и на спутников. Призываются питомцы вот за такие голубые алмазы, здесь всё просто. Падают спутники от R ранга до SSR ранга. Не знаю, как будет на релизе, но на ЗБТ нас буквально засыпают наградами. Во-первых, приходят на почту разные подарки, в том числе и привязанные алмазы. Во-вторых, периодически проходят разные ивенты, которые насыпают тоже кучу разных наград. Да и награды за вход в игру в целом тоже очень большие. Если на релизе нас также будет засыпать наградами, то без доната действительно будет свободно играться. Кстати, как и в Guardian of Claudius, здесь на старте мы можем проходить квесты, чтобы получить вот такую внешку на оружие. Кто играл, тот знает. Один в один. Можно получить внешку на оружие, шапку, костюм медведя или вот такие крылышки. Всё это будет вам давать немножко БМ и дополнительные характеристики. Несмотря на то, что геймплей у нас горизонтальный и вроде как всё просто и понятно, активностей здесь действительно очень много. Давайте посмотрим вкладку ивенты. Здесь располагаются все наши активности. Как видите, на день у нас целая куча заданий. Надо помолиться Валькирии, пройти ежедневный опрос, поговорить с классовым капитаном, получив у него какие-то квесты. Сделать квесты вендора, то есть просто защитить его от напасти врагов, пройти арену, открыть карты, сделать то, сделать всё, собрать ресурсы, поговорить с NPC, порубить дерево, посадить дом, остановить коня и спасти жену. В общем, всё в таком духе. За это всё начисляются очки активности, а за очки активности дают вот такие сундуки с наградами. Есть у нас отдельный данж для питомцев, где вы получаете опыт для их прокачки. Есть у нас отдельный данж со снаряжением. Открываются они по уровням 20-й, 25-й, 35-й и так далее. Различаются тоже по редкости, нормальный и героический режим. Героический, естественно, требует больше БМ и даёт больше наград. В целом данж абсолютно несложный. Заходим в пати 4-х человек, бьём мобов, бьём босса в конце, получаем награды. Всё довольно быстро, просто и вообще ненапряжно. Выполнив все активности в этой игре, вы апните свой максимальный уровень, доступный на этот день, и максимально сильно разовьёте вашего персонажа. Аукцион в этой игре тоже есть. Любой шмот, которого вы выбиваете с данжа, который помечен специальным символом, вы можете продать за прикреплённые алмазы. Это здорово, потому что таким образом вы можете зарабатывать алмазы, тратить их на покупку нужных вам вещей и нужного снаряжения. В целом, если вы играли в Guardian of Cloudio, в очередной раз повторюсь, вы знаете, что ожидать от этой игры. В основном она играется неплохо. Целая куча заданий, целая куча активностей. Из минусов я бы выделил только перегруженность интерфейса и огромное количество разных донатных спецприложений. Без них можно было бы спокойно жить. Вот такой обзор получился. Кто хочет, АПКшку оставлю в описании, сами потыкайтесь. Ну и пишите в комментариях, что думаете об игре, нравится ли вам такой горизонтальный стиль и стали бы вы вообще играть в подобную игру. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока.